и друзья всем здорова с вами как всегда алексей крылов продолжается наше путешествие по карпатам вот в этом видосике мы отправляемся на рафтинг я думаю видео будет интересно так что обязательно подписывайтесь на канал ставим лайки либо дизлайки и пишите что вы про это все думаете не стесняйтесь вот но для начала чтобы у нас были силы нам нужно хорошо позавтракать вот в этом отеле входит завтрак так что давайте поедим ну что сдаем наш прекрасный номер мы позавтракали будем покидать это прекрасное место под названием бруклин вот накормили напоили дали поспать вот и мы отправляемся на рафтинг сейчас едем в село барахта или это город или село не знаю смотрю здесь очень много строится новых отелей наверно места здесь такие очень выгодные потому что и летом туризм короче круглый год сюда едут потому что красивая природа плюс здесь я уже рассказывал течет какая-то лечебная вода очень много разных источников развиты много направлений туризма вот поэтому люди здесь строят ну и цены я вам скажу на жилье здесь в принципе как на берегу моря только здесь свежий чистый воздух смотрите цена рафтинга собачка такой здоровый 450 гривен но это примерно я скажу 18 долларов с человека экскурсия но он будет длиться часов 5 вообще рафтинг тут стоит сколько 500 гривен то есть 20 баксов но нам на человеке сделали два доллара скидку так вот поэтому но если вы вдруг знаете местные цены здесь напишите что и почем группа нас из девяти человек ну давайте вы проходили инструктаж по рафтингу как называется тот человек который занимается рафтингом первый вопрос рафтон хорошо первая главная задача рафтуна что нужно делать вот за нами приехала машина и мы короче вот группой отправляемся куда-то к реке будем ехать примерно около часа а вот а а а ну а и м Ну что, мы доехали. Короче, весь экстрим был в этой поездке на автобусе. Мы часа полтора ехали по раздолбанной дороге со скоростью, наверное, 20-30 км в час. Не каждый сможет это выдержать. Это была реально экстремальная поездка. В первую очередь экстрим для психики. Я понял, что поездив по таким дорогам, нормальным человеком сложно остаться. Вот приехали на базу. Здесь у нас получаются лодки. Дают спасательные жилеты. Будут одевать обмундирование. Специальные для рафистов. Смотрите, здесь есть переодевалки. Плюс есть камера хранения. Вот там есть душ, туалет. Так, я переоделся. Смотрите, как выглядит профессиональный рафтист. Вот. На специальных ботинках. Потом эти велосипедные шорты или трусы. Так, как это называется. Вот так выглядят профессиональные рафтисты женского пола. Сказали, здесь даже ключи можно не вытягивать, потому что ведется видеонаблюдение. То есть с собой, в принципе, извещений каких не берем. Я беру камеру на свой страх и риск. Аквабокс я не взял, поэтому посмотрим, испорчу я камеру или нет. Так, смотрите. Мне брали еще спасательный жилет. И сейчас еще дадут на голову каску. То есть, в случае того, если я захочу головой бить свою стену, чтобы я не поранил голову. Так, одели мне специальную каску. Все. Мы в полном обмундировании. Теперь готовы ехать. Ты такой скупсий, да? Ты такой маленький жилетик. Что-то еле пузико-то. Покрутить. Итак, мы переоделись и погружаемся опять в микроавтобус. Смотрите, каски специально одели, чтобы не бились головой об эту штуку. Так, а потом. Итак, мы еще минут сорок в этом обмундировании ехали по этим дорогам. Я морально уничтожен. Кто едет в эти районы на своей машине, тому не повезло. Кто живет в этих районах, и у него есть машина, тому не повезло вдвойне. Ты думаешь, в этих районах жить без машины лучше? Не, ну, в принципе, какой-то внедорожник надо иметь. Так, вот мы уже подходим. Не переживайте ноги и так, вот и так. Ага. Право, 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 право. Ну что? Симфарного дня, приемлемо. Поехали. Ти шо? Какой? А то я так шарпую. Ну давайте, расскажите, какие у вас ощущения? Ощущения очень. Смотрится много радости, восхищения. Как ощущения? Как ощущения? Дима, просто чувствует себя очень отец. Я думаю, как он серьезный. Очень красивый. Очень нравится. Инструктор сказал, что он имел лад. Ну так, сказали, здесь можно прыгать. Ну, головой вниз сказали не так, а под наклончиком. Давайте мы поднимем. После веселого спуска у нас будет веселое ныряние в воду. Давай, снимешь меня? Да. Давай. Снимай. Ой, а она, если бы я тут и упала. Ну, самое прикольное, это просто плыть по течению. Мне бы, наверное, это доставило больше удовольствия. Так, взял на каком-то кругу коктейльчик и так спускаешься вниз, как километров в пять. Наслаждаешься пейзажами. Было бы очень круто. Ого, вот это тут сносит. Ну что, после веселого купания отправляемся опять в веселую поездку. Дима, танец веслом. Это когда гребский надо, вот тогда танец. Дима, танец веслом. Не? Потом выйдем и потанцуем нашим игрослом. И так, искупаемся напоследок. Я даже немножко задремал на Ратунге. Просто там были такие спокойные места. Плывешь, плывешь. Такой воздух чистый. Проплываешь села. Попанкивает навозиком. Короче, одна романтика. Вода просто офигенная. То, бывает здесь очень холодная. Сейчас она такая прохладная. Но такая супер освежающая. Это просто зашибись. Вот именно купание в реках. Прям мне очень понравилось. Ну смотрите, вот за эту поездку я, в принципе, только два места показал. Чины и вот эти вот. Рафтинги. Тут на самом деле столько этих экскурсий. Здесь столько мест, на которые можно поехать. Это просто жесть. Тут надо приезжать на пару месяцев, наверное, и тут жить. Ну вот как мы по Египту катались. То есть мы и так не все объездили. Ну вот. А здесь то же самое. Здесь приезжай. Дим, хочешь экскурсиями заниматься в Карпатах? Да, конечно. Да? Да. Надо подучить пару раз. Я буду тебя рекламировать. Хочешь? Хочешь? Хочешь. Будешь? Все, мы переоделись. Как ощущения? Очень классно. Советую попробовать. Я говорю, я чуть-чуть задремал даже, когда мы плыли. Интересно? Да. Когда ты успел? Какой момент это? Да под конец мы плыли, плыли, плыли. Смотрите, тут готовят шашлычок. Или что это такое? Курица. Вот. Но это в стоимость уже не входит. Это по желанию. Кто тут захочет, тот может поесть. Самое интересное, здесь на протяжении всей экскурсии, то есть за нами бегал фотограф, ну точнее мы плыли, а он там на машине подъезжал и фотографировал. Получается, все фотографии будут выставлены в Фейсбуке. Их можно скачать бесплатно. То есть вот такая тема. Я подумал, как-то тут они не продумали. Например, в Египте сразу фотограф, покупаешь фотографии, там, например, по 10 баксов, по 5 баксов. Так вот. А тут, видите, все бесплатно. Вот. Но здесь не входит стоимость еда. Обычно там везде всегда входила еда в стоимость. Это так, если сравнивать. Просто я, ну, кроме Египта, никаких экскурсий не показывал. Но, в принципе, здесь та же самая тема. Есть и квадроциклы, есть вот и рафтинг. И, короче, и конные прогулки по лесу. Короче, что-то только нет. Вот. И это зимой лыжи. Короче, там на снегоходах погонять. Ну, то есть место такое прям для туристов шикарное, я бы сказал. Экскурсия, повторяю, стоила 450 гривен. Это примерно 18 долларов с человеком. Ну, что, друзья, будем покидать это место. В принципе, вот такие экскурсии, они подходят для всех. Вот, если их предлагают туристам, то есть тут даже иногда и дети маленькие катаются, говорят, по 5 лет. Вот. Поэтому ничего тут опасного нету. Вот. Если кто-то хочет что-то там супер-мега-экстремальное, то это уже нужно договариваться отдельно. Потому что, ну, на всех экскурсиях вот организаторы, они все-таки несут за вас ответственность. И если с вами что-то случится, то как бы всем от этого будет плохо. Вот так вот. Поэтому стараются это делать максимально безопасно. Вот так вот. Кто хочет таких острых ощущений, тем покажется, что это как-то нудно, неинтересно. Ну, как бы никакого экстрима не почувствует. Так что, в принципе, все рассказал-показал. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ссылки на инстаграм и тоже под видео. Всем счастья, здоровья, всего самого хорошего. Самое главное, путешествуйте. Не сидите на месте. С вами был Алексей Крылов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok